Приветствую вас. Проблема, на мой взгляд, кроется в том, что каждый из вас, знаете, имеет некий такой образ отношений, образ только ему одному, значит, в приемном отношении, и, соответственно, вот когда у человека есть определенный образ отношений, да, определенная какая-то вот позиция по этим отношениям, ну, то, соответственно, получается такая ситуация, когда, вообще говоря, люди не принимают друг друга, вот, такими, да, какие они есть. И отсюда, соответственно, возникают ваши проблемы. И вы не можете построить отношения такие вот, какими, такими, какими вам хочется их видеть, именно по той причине простой, что вы изначально людей, в частности, вот, партнеров для своих отношений, вы воспринимали, как, знаете, вот, как средство, как средство для достижения своих целей, да, то есть, уникально, индивидуально человека вы не воспринимали. И, соответственно, теперь, когда вы уже относительно вместе, вы воспринимаете своего партнера, именно, по сути дела, через призму своих желаний. И, соответственно, чтобы ситуация была другой, то есть, чтобы вы перестали ссориться, чтобы вы перестали как-то постоянно высыхать отношения, да, вам нужно учиться, значит, принимать человека таким, какой он есть. Это, во-первых, это первое, и самое основное, что вам нужно сделать. Дальше и после вам необходимо, ну, как необходимо, желательно, желательно перестать видеть в человеке, значит, источника, источника своих потребностей и, значит, принимать его таким, какой он есть. А свои потребности вам нужно стараться удовлетворяться настоятельно. То есть, значит, проблема заключается в том, основное, что вы изначально своего партнера воспринимали как-то вот под углом. Есть, конечно, еще и другие причины, по которым такая ситуация могла произойти. Эта причина заключается в том, например, что вы с человеком связаны только лишь страстью, только лишь, ну, какими-то, какими-то вот, значит, переживаниями совместными, при этом общего между вами, то есть то, что вас объединяло бы, то, что вас реально как-то вот объединяло, у вас нет. И в этом случае, в таком контексте тоже, конечно же, нельзя говорить о том, что у вас будет обязательно все хорошо, просто потому что если у вас вот нет недостаточно общего места, то понятно дело, что будут постоянные ссоры и вот. Здесь, соответственно, нужно выискать, какие у вас на данный момент серьезные проблемы, откуда неуверенность в себе, откуда ревность и как и что с этой ревностью вам делать. Потому что ревность в себе это всегда эгоизм. Но, ну, основное, что я вам хочу сказать, это то, что нужно именно слушать. Нужно именно слушать людей. И, в частности, вашего любимого человека вам тоже необходимо слушать. И никто не просто слушает, да, но и слышит. И вот пока вы не научитесь слышать человека, пока вы не будете стремиться понять, что стоит за его какой-то реакцией, у вас будут серьезные проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личику «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!